Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я покажу, как я готовлю обед для своей семьи и в том числе для себя. Из практически одинаковых ингредиентов, несмотря на то, что я человек, который сократил и практически не ест мясо. Итак, я потерла на терке лук, примерно половину луковицы и также примерно две моркови. Я это сделала для того, чтобы дети не почувствовали лук. Определенные сорта лука действительно растворяются при жарке. И что я делаю? Я делаю классическую обжарку, которую многие хозяйки умеют делать, которую я много раз пренебрегала, потому что мне казалось, что лук и морковь это то, что не очень вкусно. Но, тем не менее, я поняла, что во многих кухнях, в испанской, например, кухне перед приготовлением знаменитой паэлии обжаривают таким образом лук перед приготовлением плова. Обжаривают лук также перед приготовлением ризотто тоже обжаривают лук в итальянской кухне. И могу сказать, что да, это не случайно, это добавляет вкуса блюду. Таким образом я обжариваю лук и морковь. Важно постоянно помешивать, чтобы лук и морковь не подгорели, потому что я делаю это на достаточно большом огне и ни на секунду не отхожу от плиты. Это та ошибка, которую я раньше совершала. Мне казалось, что лучок и морковка могут сами пожариться без моего участия. Нет, нужно постоянно-постоянно помешивать. И вы увидите, как в определенный момент лук действительно становится золотистым, а некоторые сорта лука становятся невидимыми. Мешаем, мешаем, мешаем. У нас количество моркови, а также лука уменьшится в разы. Я беру всегда гораздо больше моркови, потому что уже многие поняли, я как мама троих детей стараюсь как можно больше внедрить овощей и фруктов в их рацион. Для приготовления этого нехитрого блюда вам понадобится фарш. Я вчера купила на рынке фарш из кролика, но это может быть любой мясной фарш. Я беру много фарша и готовлю сегодня соус. И этот соус, который мы, возможно, если он у нас останется, будем есть и на второй день. Как вы видите, у меня 600 грамм фарша. Но, повторюсь, я готовлю на 4 мужчин. Итак, я в то, что у меня уже поджарилось, хотя должно быть несколько иначе, должна быть все-таки большая прожарка у моркови, а также у лука, добавляю фарш. Да, все правильно. Я вовремя заметила, что морковь должна стать более золотистой, так же, как и лук, поэтому я оставляю ненадолго морковь и лук все-таки прожарятся. Добавляйте масло, если вы чувствуете, что в этом есть необходимость. В этом процессе очень важно, чтобы не подгорела ни морковь. Не лук. Итак, я добавляю фарш. Как вы видите, он получается, что он не распределяется. Он большими кусками вываливается, по-другому не скажешь. И есть одна хитрость, которую я подсмотрела, когда увлекалась кулинарными программами. Сейчас я добавлю небольшое количество вина. Вы можете добавить небольшое количество пива. Пиво придаст очень интересный хлебный вкус. И вообще пиво добавляется во многие блюда, например, в рис добавляется. И на самом деле не ощущается вкус пива, а ощущается ржаной вкус хлеба, я бы так сказала. Я добавляю небольшое количество вина для готовки. Вы можете добавить небольшое количество овощного бульона, либо просто воды для того, чтобы равномерно размешать и распределить фарш. Чтобы он потом равномерно готовился и не был кусочками, не был фрикадельками сформированным, не хаотичным. А, в общем-то, вот таким образом рассыпался. Оставляю все после того, как тщательно перемешала на сковороде, которую оставляю открытой. Мешаем, мешаем и перемешиваем. И, внимание, крышку не закрываем также, потому что, если мы добавляем вино либо пиво, необходимо, чтобы пары алкоголя выветрились. Нам нужен только вкус. Нам не нужно ощущение спиртного внутри нашего, в данном случае, мясного соуса. Итак, я в это время, пока тщательно перемешиваю, потом оставляю, что называется, томиться и выпариваться, я ставлю готовить любую пасту, любые макаронные изделия. В моем случае это будут, если не ошибаюсь, спагетти. Снова интегральные. Не очень моя семья любит интегральные спагетти, но сейчас мы дома, и сложно-сложно готовить, сложно кормить. И я практически все время готовлю интегральную пасту. Я варю ее, как это делается обычно, даже не засняла этот процесс, потому что ничего сложного и хитрого нет. Но есть один важный момент. Когда вы готовите подобный соус, не важно, какой он у вас будет, просто из помидоров, он может быть рыбным, самый-самый любой соус, очень важно отварить пасту, прямо-таки оставить ее несколько минут в воде кипящей, и потом вынуть непосредственно в ту емкость, где готовится, продолжает готовиться ваш соус. Повторюсь, он может быть любой. Таким образом, вы сейчас увидите, что паста совершенно не пластичная. Она даже не аль денте. Она прямо-таки плохо сваренная, потому что она будет довариваться, она будет готовиться непосредственно уже под крышкой вместе с вашим соусом. Именно это обеспечит вашей пасте, вашим макаронным изделиям, очень хороший вкус, который ваша паста возьмет прежде всего от соуса. И, соответственно, для этого я накрываю крышкой, уже я накапливаю сам соус внутри, потому что мы понимаем, что несваренной пасте, вы сейчас очень хорошо видите, она прямо-таки не сгибается, необходимо все-таки небольшое количество жидкости. И еще одна хитрость, которую я тоже узнала здесь в Италии, просматривая кулинарные программы, которыми когда-то очень увлекалась, это добавлять небольшое количество на примерно вот такое количество, полкилограмма пасты у меня, соответственно, 600 грамм только фарша, я добавляю примерно полстакана воды, в которой варилась паста. Это обеспечит соусу определенную вязкость. И на самом деле я много раз видела у своих подруг, когда они готовили обед в моменте, когда они готовили, допустим, просто пасту с помидорным соусом, то есть тушили на сковородке просто помидоры, всегда, когда паста выкладывается, кстати, это тоже очень важно знать и понимать, что не соус выкладывается на пасту, а паста перекладывается в ту емкость, где готовится соус, и добавляется небольшое количество воды, в которой непосредственно варились ваши макаронные изделия. Это очень важно сделать для того, чтобы соус и паста, скажем так, пропитались друг другом. Оставляю томиться до готовности именно пасту. И, внимание, очень важно понимать, что подобное блюдо вы должны готовить непосредственно перед подачей на стол. Если вы оставите его какие-нибудь 10 минут, все размякнет, паста разварится, паста станет очень и очень вязкой. Поэтому имейте в виду, если такое блюдо готовите для гостей, соус можно приготовить заранее, а вот пасту вы варите уже, когда отлучаетесь на кухню, и, благо, это займет какие-нибудь всего 10 минут. Отварили пасту несколько минут, в горячей воде переложили в соус, поставили на огонь медленный, но все-таки до кипения, и вот такое блюдо у вас в итоге получится. Это блюдо могло бы выглядеть несколько более аппетитно, если бы я использовала классическую белую пасту. Тогда блюдо выглядело бы, ну, прямо-таки, как любит говорить мой ребенок, как в ресторане. Ну что ж, выкладываю пасту, и вот такое блюдо у меня на обед сегодня получается. В это время я готовлю себе, я назову это овощным рагу, и на самом деле я делаю, по большому счету, отдельный соус, который для меня, а также для старшего ребенка, а также для моего мужа, может всегда служить отдельным гарниром. Младшие дети не едят грибы, и, соответственно, я вот таким образом усложняю с одной стороны готовку, но с другой стороны и себе блюдо готовлю. Вот, например, мой муж попросил грибов сверху, и, соответственно, сейчас я покажу, как я все это приготовила. На другую сковороду я выкладываю морковь и лук, которые я потерла в большем количестве изначально, потому что я знала, что я буду готовить, скажем так, два соуса, два блюда. Итак, снова тертая морковь и тертый лук. Добавляю масло, и буду добавлять грибы, которые я показывала, купила в супермаркете, хотела пожарить картошечку, но решила сделать вот такой соус. Имейте в виду, что если вы покупаете подобные грибы в супермаркете, вы должны совершенно четко представлять, они уже помыты, либо нет. Очень часто грибы режутся, но не моются. Будьте внимательны, всегда читайте на упаковке указания от производителя, следует ли мыть еще раз продукт. Ну что, процесс тот же самый, не отхожу от плиты, помешиваю, помешиваю, помешиваю. Морковь и лук должны обжариться до золотистой корочки. Этот процесс занимает примерно 10 минут, потому что нельзя поставить на большой огонь, начнет подгорать, нельзя поставить на мелкий огонь, начнет вариться, что лук, что морковь, и, соответственно, нужно делать все это на среднем огне, постоянно помешивая. Я люблю острые блюда. Острые блюда любит также мой старший ребенок, поэтому в комплект шел перец чили, я добавляю его, и могу сказать, что очень деликатная острота, если вам удастся купить перец чили, в Италии он продается, например, на рынках, я думаю, что в супермаркетах его можно встретить часто. Могу сказать, что очень интересная пикантность появляется, мне очень понравилось, я, в общем-то, не часто готовлю, просто потому что забываю специально перец чили купить. Это совершенно другая острота, чем которую мы имеем, допустим, от приправы. Ну что ж, поджариваю, поджариваю, поджариваю. Остатки масла выливаю, заканчивается у меня масло. Я жарю традиционно на самом обычном растительном подсолнечном масле. Добавляю грибы. К счастью, мои грибы были помыты. На самом деле я покупаю грибы только от того производителя, который их предварительно моет перед порезкой, потому что кто сталкивался с помыткой грибов, знает, что они очень впитывают влагу, и их очень тяжело помыть, скажем так, дома. Все, мешаю, поджариваю. И здесь на ваше усмотрение. Вы можете сильнее обжарить, это получится очень вкусно. Придется чуть дольше стоять у плиты, чтобы не подгорело блюдо. А можете прямо-таки затушить, как делаю я, потому что сейчас вернутся мои ребята с прогулки, и нет времени у меня стоять у плиты. И достаточно долго тушится. Вот я проверяю готовку. Вот такой вид, скажем так, блюда, это еще его неготовность. Будет тушиться долго, 15-20 минут, все зависит от того объема, который вы берете. Но оно того стоит. Получится очень вкусно. В особенности, если вы добавите немного соли. Солью, да, любое блюдо, в общем-то, вкуснее, хотя я привыкла есть и готовить так же без соли. И могу сказать, что моя основная ошибка раньше была, когда я тушила овощи. Да, я добавляю немного белого вина также, потому что мне очень нравится после вкусия, который оставляет белое вино. Но могу сказать, что моя основная ошибка, когда раньше я тушила овощи, я думала, что за 10 минут я смогу их потушить. И вот даже вот такой вид блюда, это все равно еще его неполная готовность. Грибы в данном случае должны почернить. Так вот, моя основная ошибка была в том, что я недолго тушила. Мне казалось, в общем-то, вилочкой проткнула, и все готово. Ну что ж, вот такая паста у меня получилась. Всем желаю приятного аппетита, если будете готовить. И вот такая паста с грибами получилась. Свою сервировку я не показываю, потому что подобно овощной рагу, я думаю, многие себе могут представить, расползлось у меня по тарелке. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!